Всем привет! Меня зовут Светлана. Я рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня, дорогие мои друзья, я хотела бы вам рассказать, как ко мне обратиться и что для этого нужно. Чтобы обратиться ко мне в онлайн приеме, нужно написать на Viber, WhatsApp, Telegram или же на какой-то другой ресурс, это ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники, СМС-сообщения. Если вы пишете СМС на телефон, я отвечать не буду. Это и понятно, потому что пишут мне с разных стран, с разных регионов, и поэтому это не очень интересно, скажем так. Поэтому каждый из вас может скачать Viber, WhatsApp, Telegram. Задают много вопросов. Ну а если вот у меня нет Viber, скачайте. Это же уже как бы вы должны решать, правильно? Вы должны определиться для себя, нужен вам этот прием, нужна ли вам моя помощь и консультация или не нужно. Поэтому скачивайте Viber, WhatsApp, Telegram или какой-то другой ресурс, на котором вы меня можете найти, и пишите СМС. Просто напишите СМС. Мне нужна ваша помощь. Вот несколько слов. Не нужно писать, как начинают писать целую историю, целую поэму, рассказывать мне про свою жизнь, или начинают аудио какие-то наговаривать сообщения. Абсолютно ни к чему. Аудио сообщения я, как правило, не прослушиваю, потому что у меня на это просто нет времени, и поэмы читать тоже нет времени. Поэтому коротко и ясно пишите. Светлана, мне нужна ваша помощь. Все. Я вам скидываю сразу же данные, реквизиты. Как вы можете оплатить прием? Прием длится полчаса. 30 минут. Время ограничено. Конечно же, если вы хотите, вы можете оплатить два времени, и мы проведем с вами целый час вместе. Но, как правило, бывает очень быстро, когда мы работаем с людьми, полчаса вполне достаточно. Естественно, если вы начнете, опять-таки, мне рассказывать целую историю, которая абсолютно не нужна при гадании, понимаете, быстро, в течение пяти минут конкретно вы рассказываете, но не так, что все полчаса вы сидите и плачете в жилетку. Какой он негодяй, паразит такой, бросил меня и ушел к другой. Или там тоже самое мужчины порой начинают вот это эмоционировать, начинают выплескивать, понимаете. У вас время ограничено. Это драгоценные 30 минут, которые вы приобретаете. Вы покупаете у меня время. Вы не за прием, не за консультацию платите. Консультация, я вам ее и так даю. А именно за свое время определенное. Вот 30 минут, это ограничено. Поэтому коротко и ясно, в двух словах, что вы конкретно хотите. И конкретно начинайте задавать вопросы, и мы с вами начинаем работать. Естественно, в общем, я вам начинаю рассказывать, но так, чтобы этого не было. Когда человек звонит в определенное назначенное время, да, и начинает говорить, посмотрите, что там у меня. Ну что значит, посмотрите, что там у меня. Где? В кармане, где? Под ногами, под носом прыщик вылезли. Где? Что там у меня? Или посмотрите, что там меня ждет. Где? В какой сфере? В личной сфере, в финансовой сфере, по работе. Что? Где? Ждет. Не пойми, не разбери, что. То есть научитесь задавать вопросы. Вопросы конкретные. Минут пять вам дается на то, чтобы вы быстро обрисовали ситуацию. Допустим, да, от вас ушел муж, другой. Сразу же, значит, не пишите. Имена. Имя, имя, дату рождения, всех, кого это затрагивает. Например, женщина обращается в любовный треугольник. Значит, ваше имя, дату, чтобы фотография свежая была. Я попрошу фотографию. Если попрошу, значит, скинете. Если я не прошу, не надо засорять мой телефон и забрасывать меня фотографиями. Не надо. В процессе приема я говорю, так, скиньте мне эту фотографию. Если понадобится. А может быть, я и так без фотографии все и так увижу всю картину. Дальше. Говорите мне имя мужа там или мужчины, который от вас ушел. Я к примеру говорю. И соперницу. Если, знаете, попадаются еще так, что, да, вот соперница есть. Я ее знаю. Она ее зовут, допустим, Лиза. Но я не знаю ее дату рождения. Ей приблизительно столько-то лет. Нет. Я тогда вообще ничего вам не скажу. Понимаете? Берегите свое и мое время. Я могла бы, допустим, провести в это время с кем-то более, с человеком, которому более требуется моя помощь. И вам бесполезно просто потерянное время и деньги. Понимаете? Поэтому прежде, чем провести сеанс, узнайте имена и даты всех тех людей, кого вы хотите просмотреть. Или, допустим, вам, как вы думаете, кто-то делает порчу. Кто-то на вас негатив какой-то сливает. То же самое. Вы должны знать имя и дату. Как это сделать? Не задавайте мне таких глупых вопросов. Существуют соцсети, существуют знакомые знакомых, существует масса других вариантов, которые не я должна решать, а вы должны решать и принести мне уже данные. Еще раз напоминаю, полчаса ограниченное время. Если вы будете постоянно выплескивать эмоции, понимаете, и начинать плакать, у меня были такие случаи, и не один раз, когда женщина начинает рассказывать историю, потом она начинает просто захлепывать сопли, слезы, рыдать, полчаса рыдает. Время вышло, она говорит, а как же мы не успели с вами? А я говорю, так я полчаса вас успокаивала. Я вас спрашиваю, вы мне ответить не можете. Вы рыдаете, вы страдаете, но у нас полчаса. Не забывайте об этом. Значит, вы мне пишите, я хочу записаться на прием. Я вам скидываю всю информацию, что для этого нужно. То есть вы оплачиваете по определенным реквизитам, которые я вам даю. Оплачиваете, высылаете фоточека, и я сразу же вам пишу, в какое время, например, сегодня, или через три дня, или через неделю, в какое-то время вам удобно. Мы с вами согласовываем. Вы мне пишите, допустим, сегодня не могу, там, дети рядом, или там, жена рядом, или кто-то еще. А вот, допустим, в поддельник или во вторник у меня есть возможность после 19.00 провести сеанс. Я открываю запись и смотрю, так, что у меня там по графику. Так, есть время, допустим, на 8 часов вечера, или на 21 часов. То есть я смотрю уже, и мы с вами определяем время. Но я вам сразу говорю, писать компактно, не нужно мне писать целые поэмы истории, тем более наговаривать аудио. Бывает так, что я в каких-то организациях нахожусь, и чтобы не терять время, я открываю телефон, пока я там где-то в очереди стою, или еще что-то, потому что я живой человек, я тоже хожу по организациям, где нужно сделать определенные вещи, да. Поэтому я открываю телефон, естественно, аудио я прослушивать ваши не буду. А если я уже открыла телефон и на вас вышла, потом я закрыла, все, вы у меня исчезли, я уже вас не найду. У меня море смс-ок поступает в одну минуту. Поэтому пишите мне, пишите, чтобы я видела глазами, что вы хотите, в двух-трех словах. Потом расскажете на приеме все конкретно. пишите мне время. И я пишу вам назначаю, исходя из того, что как вам удобно и как мне удобно. Записываю вас и пишу. Все, жду в такое-то время, например, в понедельник, в 18.00 по московскому времени, я жду вашего звонка. Вы, что вы делаете, и как готовитесь? За несколько минут до приема, там минут за 15, за сколько, естественно, вы уже начинаете подготовку. Вам необходимо принять душ. Это не значит, что там обязательно с головой вы должны там целую сауну, баню какую-то натопить и искупаться. Но вы должны прийти домой, переодеться, смыть себя, чужую энергетику. Это обязательно, чтобы я полностью вас увидела. Вы должны открыться передо мной. А значит, грязную одежду, та одежда, которые вы ходили по улице или были в офисе, там очень много других энергетик, замешанных, закрученных, поэтому этого не нужно. Принять душ, оденьте чистую, светлую, желательно одежду, потому что пишут, у меня такие тоже находятся. А вы сказали светлую, а у меня белого платья нет. Я не говорю белое платье, я говорю желательно светлое, но обязательно чистое. Чистое, это чтобы информация легко и спокойно поступала мне, чтобы легко и спокойно я рассказала вам о ваших же вопросах каких-то. Обязательно. Это не должно происходить в офисе, не должно происходить на лавочке, где-то в беседке, это не должно быть в кафе или в магазине, или в машине. Это должен быть жилой дом. Либо вы это делаете в доме, в своем, в квартире, закрываетесь в комнате, даже если кто-то есть, но магия — это секрет, это тайна, и никто не должен знать и понимать, чем вы занимаетесь. Скажите, что с подружкой, или еще что-то начинают спрашивать, а как мне быть, если то-то, но не я буду решать ваши проблемы. Это вы сами решите для себя. Еще вот я проблемы другие не решала. У меня постоянно или работа ритуалы, или же я работаю с человеком, или же у меня клиенты, которые в работе повторно звонят, или же я записываю видео, или я его обрабатываю, или я еще чем-то занимаюсь. Опять-таки напоминаю, что я живой человек, у меня есть семья, и у меня есть определенные обязанности, семейные обязанности. Поэтому мне каждая секунда дорога. Поэтому берегите свое и мое время. Принимайте душ, садитесь, за 5 минут мне все рассказываете. Это должна быть квартира, дом, жилое помещение. Если нет возможности провести его дома, постоянно кто-то есть, возьмите ключи у подруги, возьмите, снимите на час, например, какую-то квартиру. Сейчас это вполне реально. Гостиница не подойдет. Должно быть что-то жилое. Опять-таки, повторяемся, как вы должны подготовиться. Принимайте душ, светлую одежду, чистую одеваете, босые ноги ставите на пол. Это не должны быть замыкающие предметы. Все кольца, браслеты, амулеты, все подвески вашего эгрегора, вы все снимаете. Цепочки. Для чего это надо? Для того, чтобы я вас лучше просмотрела. Если вы хотите более достоверную информацию получить, снимите эти все вещи. Конечно, если вы хотите поиграть в битву экстрасенсов, заплатить свои деньги и профукать эти 30 минут оплаченные, чтобы я там вас пробивала, просматривала, и в конце 30-й минуты что-то увидела, понимаете? Ну, зачем вам это надо? Давайте помогать друг другу, чтобы работа происходила побыстрее, побыстрее и качественно, чтобы вы задавали побольше вопросов и получили большую информацию. Итак, как подготовиться, я уже думаю, это понятно. Теперь о самом приеме. Значит, здесь тоже масса недопониманий порой идет с человеком, когда человек, еще раз повторяю, говорит, что меня там где-то когда-то ждет, не пойми, не разбери что. Или от них хрен делать, я извиняюсь за выражение, но вот уже вырвалось, у меня вот просто позвонят, делать нечего, сидят, думают, а дайте-ка я вот позвоню и просто поболтаю. Если вас ничего не беспокоит, зачем вы занимаете свое время, мое время или вообще что? Вот понимаете, вы сами не знаете, что вы хотите, а звоните и спрашиваете, а что там вообще вы видите? Что значит, что я вижу? Я вижу карты Таро у себя на столе. Что я вижу? Я вижу, что каждая карта Таро, она имеет множество значений, по ситуации. Поэтому, если вы мне в течение пяти минут первых быстро обрисовываете ситуацию, я конкретно вам уже быстро рассказываю, что и чего эти карты Таро обозначают. А так, это получится общий расклад, а не конкретно для вас. Понимаете? Поэтому еще раз говорю, берегите свое и мое время. Далее, как задаются вопросы? Если вы будете задавать вопросы, что меня там ждет через сто лет, через пятьдесят, или там встречу ли я принца на белом коне, или что мне по судьбе предначертано, ну сразу скажу, это провальные вопросы просто, которые просто никто вам не ответит. Это просто смешно. Вы ничего не, сами не знаете, чего вы хотите. Или, допустим, ну вот я хочу полететь на Луну, но я же реально понимаю, что я не полечу на Луну по множественным причинам. В силу возраста, в силу физической подготовки, в силу того, что я не обучалась на это, в силу того, что у меня нет денег купить там космические корабли, и все остальное. Вы тоже не задавайте глупых вопросов, когда, допустим, я хочу открыть салон, да, я хочу открыть салон, я говорю, а образование у вас какое? Девять классов, восемь классов. Так, хорошо. У вас что, деньги есть на этот салон? Нет. У вас что, муж-миллионер или любовник? Нет вообще. Я одна, ребенка тащу, живу там на съемной какой-то, в комнате, даже не в квартире, гроши собираю, значит, денег нет на открытие салона, образования никакого, нет, а вообще вы занимались когда-нибудь мастером там маникюра, парикмахером, визажист, что-то, вы делали, вы представляете эту работу, вы представляете, сколько нужно оборудования купить? Нет, не понимаю, нет, а я говорю, вы вообще с бухгалтерией как-то были связаны, вы посчитали доходы, расходы, пойдет, не пойдет, человек ничего не понимает, человек вообще ни разу не грамотный, и начинает задавать такие глупые, дебильные вопросы, тем самым и свое время воросят, и мое время вороют, поэтому задавайте правильные вопросы, реальные, вот допустим, вы спрашиваете про работу, это не значит, что, а посмотрите, что там у меня с работой будет, опять-таки я скажу, ничего не будет, что значит, что там где-то там будет, вот если вы конкретно выбираете работу, вот я ходила, подавала резюме сюда, 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 где мне будет лучше, я посмотрю здесь, 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 конкретно, или допустим скажу, оставайтесь на старой работе, вы рассказываете, вот здесь я работаю, вот сюда я хочу перейти, хорошо, мы смотрим здесь и здесь, если вы хотите посмотреть, допустим, насчет своего сына или дочки, вы конкретно говорите имя, дату и конкретно говорите, мой сын, допустим, хочет поступить или там в педагогический, или на юриста, или там на экономиста, куда ему лучше, мы просматриваем каждое назначение, где ему будет лучше, где он себя больше проявит, допустим, то же самое у дочки, вот моя дочка, у нее несколько женихов, там Петя, Вася, Коля, да, и даты мне, пожалуйста, может быть здесь уже потребуется, когда мы третьих лиц просматриваем, здесь уже возможно потребуются фотографии, тогда я просматриваю, да, вот там с одним человеком будет не очень, с этим вообще не нужно общаться, а вот этот третий человек прекрасно подойдет вашей дочери, то есть конкретика, здесь самая главная конкретика, вы должны понимать, 30 минут не резиновые эмоции, не надо, вы дома уже посидите и подготовьте, подготовьте, что вы конкретно хотите узнать, подготовьтесь, соберите информацию о тех людях, которых вы хотите просмотреть, по возможности соберите их фотографии, фотографии желательно, чтобы это были свежие, свежие, где угодно вы можете найти, и в соцсетях, и на аватарке, на вайбере, на ватсапе порой стоят, да и многих сейчас стоят, то есть чтобы посмотреть на этого человека, это я, по-моему, правильно сказала, надеюсь, что вы это поняли, далее, что хочу сказать вам, я не введу записи видео, когда ко мне обращаются, но слава богу, сейчас уже перестали обращаться, но бывает один-два там человека, такие попадаются, а как же видеозапись, а вот там кто-то что-то делает, нет, я не делаю никаких видеозаписей, мы с вами общаемся по аудиосвязи, это не видеосвязь, потому что видеосвязь, это очень сильно энергозатратно, из меня очень сильно много выходит энергии, это действительно энергозатратно, я аплодирую стою тем людям, которые действительно по видеосвязи работают, но я вам скажу, это очень-очень тяжело и очень сложно, если вы меня хотите увидеть, ради бога, есть плейлисты, по-моему, магические гадания, там я полностью, вот она открыта, мое лицо, я ни от кого не прячусь, вы можете меня посмотреть, увидеть, если вы хотите лично меня увидеть, да, но это энергозатратно, поэтому только аудиосвязь, и мой голос, если вы захотите записать наш разговор, без проблем, включайте диктофон, включайте на телефоне аудиозапись, и записывайте, если кто-то хочет записать, допустим, все то, что я говорила вам лично, я фотографирую расклад, то есть весь расклад, который, по которому была проведена работа, я в любом случае фотографирую, и вам высылаю обратно, в любом случае, он у вас остается, а там уже сами решайте, если расклад был положительный, то советую где-то даже его сохранить, и промедитировать, но если какой-то не очень приятный расклад был, какие-то нюансы негативные, то, конечно, не советую долго держать в телефоне, ну, посмотрите еще немножко, и удаляйте, но в любом случае, я фотографирую и вам отправляю работу. Далее, что еще могу сказать, бывают еще такие, вот я вспоминаю, что еще у меня бывает, бывали такие случаи, когда звонит, допустим, вот почему-то мужчины, вот не обижайтесь, милые мои мужчины, да, вы женщины, как-то они более, скажем, расположены, да, ко мне, хотя и женщины бывали, встречались такие, а давайте вы мне погадайте, а потом я, может быть, когда-нибудь вам оплачу, ну, вы знаете, это вообще очень смешно, вы приходите за хлебом в магазин, что вы говорите, а давайте я съем вот эту булочку, попробую, надкушу вот эту вот булочку, да, это пирожное, сейчас подумаю, и может быть, я за все заплачу, а может, мне что-то не понравится, может, я только за булочку заплачу, а за пирожное не буду, а может, вообще мне ничего не понравится, я вообще не буду платить, или вообще, как вы это себе представляете, да, нет, я так не работаю, может быть, кто-то так работает, я не знаю, я так не работаю, я работаю только после оплаты, и тут сначала вы оплачиваете, а потом мы договариваемся о времени проведения назначаем, но не так, что вы сейчас мне начинаете говорить, вот если вы тогда-то, тогда-то меня примете, тогда я вам заплачу, а вот если у вас не найдется время для меня, вот тогда-то, тогда-то, я вам платить не буду, ну идите до свидания, понимаете, это мягко выражаясь, понимаете, не нравится, как я работаю, найдите того, кто будет работать так, как вам нравится, если бы у меня действительно было все свободно, я, конечно же, бы хваталась за всех подряд, и угождала всем, и договаривалась бы на все те условия, которые бы, наверное, вы мне диктовали, да, если бы вот так на то пошло, я востребованный специалист, и не стесняюсь это произнести сейчас на камеру и вслух, действительно, у меня очень много клиентов, у меня очень много работы, я очень благодарна за доверие моим клиентам, моим подписчикам, и благодарна небесам, что у меня есть работа, я благодарна за все, что я имею в этой жизни, поэтому, дорогие мои друзья, если вы хотите быть счастливыми, здоровыми, благополучными, прислушайтесь ко мне, вы оплачиваете, высылаете фоточек, а мы договариваемся о времени только после оплаты, все, других вариантов не может быть, дальше, еще я говорила в каком-то видео, но, наверное, сейчас я повторюсь, пожалуйста, дорогие мои друзья, еще есть такие люди, которые начинают мне по телефону присылать какие-то открыточки, дурацкие, я считаю, что абсолютно дурацкие, тем более, там написано пересланное сообщение, но это вообще, вот просто, ну, биться мокрым веником, иначе, вот, ну, никак не скажешь, понимаете, это ладно бы вы там в интернете, специально для меня нашли какой-то эксклюзив, да, прислали, хотя мне это не надо, это просто засоряет мой телефон, не более того, а тут еще и пересланы, а вам какой-то человек прислал, и вы мне его пересылаете, да зачем оно мне надо в моем телефоне, понимаете, во-первых, мне не нужны никакие открыточки, вот эти пересланные, пересланные стишочки такие, какие-то непонятные, зачем оно мне надо, оно засоряет мой телефон, вот представьте, даже если 10 человек мне пришлет какие-то там видео или там еще что-то по 5 минут, да, 10 человек по 5 минут, это уже 50 минут, это почти час времени, мое драгоценное время, а у меня не 10 человек присылают, а у меня порой там и 100, и 200, и 300 в день какую-то фигню начинают присылать, но вы соображайте, зачем, это мой личный номер телефона, зачем вы мне это присылаете, я что, нуждаюсь в этих открытках, человек, который хочет сделать приятное другому человеку, ну, если, допустим, не покупать каких-то дорогих подарков, да, но можно же просто своими руками написать письмо, вот, от руки, да, от души, Светлана, то-то, 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 вот напишите, запечатайте это письмо, и пойдите отправьте мне это письмо, мне это будет очень приятно получать, какое-то письмо, маленькую посылочку, да, и прочитать собственноручно, когда вы написали от души, а не такую какую-то пересланную, вот эту открытку, да, ну, нарисуйте красивую открытку, если вы художник, нет, тогда просто напишите письмо и отправьте, это живое, это натуральное, да, это надо трудиться, для того, чтобы сделать приятное, а что тут такое, нажал на телефон открытку дурацкую, послал, да, вот именно, что засрал телефон и все, а я потом сиди, вот это выгребай, разгребай, не надо, так вот, я немножко отошла от темы, значит, присылают мне одну, вторую, третью открыточку, а потом начинается, ну, типа, я же твой друг теперь уже, и уже на ты называют, это же мы же уже на брудершаве, наверное пили, да, или мы как бы уже братья, вот это мне вообще беспардонность такая нравится, да, когда уже на ты, понебратство такое, ага, и пишут, ну, я же открытки посылала, или посылала, типа, мы же уже подруги, уже ответь мне там на вопрос такой-то, слушайте, а вы вообще как, нормально себя чувствуете, да, вот я именно к этим людям обращаюсь, не ко всей аудитории, а там один-два человека, это нормальное вообще общение? У меня есть определенные люди, мои друзья, с которыми я дружу более 30 лет, настоящие друзья, их не очень много, но это преданные, проверенные временные люди, все, недостаточно, недостаточно, и, конечно же, появляются в ходе моей работы, клиенты иногда переходят эту границу, и действительно мы потом очень сильно дружим, но это редкостное, это редкостное явление, действительно редкостное, но бывает действительно так, что я завожу потом дружбу со своими бывшими клиентами, но эту дружбу еще надо заслужить, понимаете, я бы кого в друзья не беру, тоже дистанцию какую-то соблюдайте, субординацию, пожалуйста, это я тоже хотела бы сказать, вот это понебратство прекращайте, мне это не нравится, ну, в общем-то, все по большому счету я вам сказала, а теперь я еще хотела бы сказать, какие услуги я предлагаю, помимо гадания на картах Тару, конечно же, я гадаю на кофейной гуще, наверняка, если вы смотрите мои видео, вы видели, я также гадаю на камнях, я также гадаю на соли, на песке, на земле, то есть это геомантия, я гадаю, в принципе, на чем угодно можно погадать, и маятник, и руны, делаю ставы рунические, но это уже в ходе работы, в ходе процесса. абсолютно любые чистки, совершаю различные снятия негатива, привязки и все остальное, но это всю мою работу, вы можете просто открыть плейлист «Практическая магия», и там вы уже увидите мою работу, который, это плейлист, постоянно пополняется какой-то моей дополнительной работой, и он увеличивается, я надеюсь, еще будет увеличиваться, посмотрите, что я делаю, что делаю, вы все-все прекрасно поймете, с какими силами я работаю, вот это тоже еще главный вопрос, многие задают, кто-то не задает, но и очень жаль, всегда надо задавать, с какими силами человек работает. Я работаю с верхним, с высшим эгрегором, с высшими вибрациями. Когда человек говорит, «Да, я работаю с хорошими или со светлыми силами», это непонятно что, вы должны четко понимать, с чем человек работает. Есть колдуны и колдуни, которые работают с низшим эгрегором, с низшими вибрациями, это черти-бесы. Есть ведуны-ведьмы, которые работают с высшим эгрегором и с высшими вибрациями. Об этом я тоже рассказываю. У меня плейлист есть хороший, называется «Ответы на вопросы». Там много интересной положительной информации. Поэтому выбор, конечно, всегда за вами. С какими вибрациями работать, с чем можно работать, с чем нельзя. Как правило, кто работает через черти и бесов, делают привороты, делают порченные дела и всё остальное. Я сразу предупреждаю, что таких работ я не провожу. Я провожу, наоборот, такие чистки, обратки, снятие негатива и прочее. Вполне достаточно, когда хотят вернуть мужчину или женщину. Бывает так, что обращаются и говорят «приворожите». А я смотрю, там не нужен никакой приворот. Там абсолютно просто почиститься нужно, и человек вернётся. Вот и всё. Вот и все дела. Если действительно человек ваш. А если не ваш, то и пусть гуляет и идёт подальше. Понимаете? Вот. Это вроде бы сказала. Кстати, вот я ещё вспомнила одну историю, происшедшую буквально недавно, недавно. Мужчина мне начал писать. Но неприятный, мне кажется, человек. Конечно, может быть, нельзя так говорить. Но даже послушайте, да? Он мне пишет, я люблю женщину очень богатую. Я так понимаю, что этот мужчина вообще не богатый. Вообще. Вот она меня то притянет, то оттянет. Что там это, приворожите и всё такое. Я ему скидываю информацию. Оплатите мне, пожалуйста. И мы посмотрим, будем работать, что там вообще. Посмотрим, что за ситуация. Он мне говорит, вы что думаете? Я не понял, что типа вы шарлатанка. Я что, дурак, что ли, платить, если вы ещё ничего не сделали? Вот приворожите, я тогда вам 2000 долларов дам. То есть, понимаете, человек ничего сам не зарабатывает. Он надеется, что ему приворожат богатую женщину. И потом он этими деньгами женщина расплатится. Может быть. А может и не расплатится. Понимаете? А с чего вообще, какие магические ритуалы можно сделать? Если за какие деньги покупать материал для ритуала? Вот скажите. Я бы и не взялась за это дело. Я бы и не ворожила бы. Абсолютно нет. Есть какие-то вещи, да, когда можно притянуть мужчину или притянуть к себе женщину. Но это именно не приворот такой жёсткий. Понимаете? Можно. Но в данном случае это было смешно. Вот просто смешно. Человек, во-первых, не может оплатить приём. О чём он мечтает? О какой-то женщине богатой, которая привыкла к каким-то подаркам дорогим, да, к знаком внимания. Если он даже не может оплатить мой приём. Цена у меня достаточно приемлемая для всех. Кто захочет, всегда может найти эти деньги. Это никакие не миллионы. Понимаете? Ну, просто вот соизмеряйте свои возможности, свои желания, когда вы обращаетесь. На это тоже обратите внимание. И ещё раз повторяю, только после оплаты мы договариваемся о времени. Далее. Вы видите, на столе у меня всевозможные тут лежат такие браслеты, амулеты. В общем-то, и у меня есть такие вот амулеты, браслеты от Порчи, с глаза, от одиночества, от безденежья. Действительно, очень много красивых, интересных камней. Здесь вы видите, и здесь и шунги, здесь и тигровый глаз. Видите, как переливается. Просто вообще шикарные изделия. Здесь очень много различных изделий. О них я уже говорила. И вот, кстати, ещё браслеты, да, браслеты, амулеты. Вы можете открыть плейлист, называется «Гости моего канала» и найти видео, амулеты от Порчи, с глаза, и посмотрите. Там я более подробно об этом говорю. Далее. Я изготавливаю вот такие вот ведьмины бутыли. Вы видите, они стоят у меня на столе. Но сразу могу сказать, это серьёзная работа. Изготавливается она в течение 21 дня. То есть, вы мне высылаете локон волос, 3 капельки крови на ватном диске и дальше я уже работаю. Но тут это серьёзная работа. Поэтому кто хочет, это защита конкретная на вас. Защита есть на финансы. Вы видите, защита белые и чёрные. Видите, зелёные. Зелёные печати тоже финансовая у нас. Вот такая вот бутыль. Вот, вы видите. Есть любовная сфера, есть защита любовной сферы. Есть притягивание любви. И, конечно же, мой закреп. Это моя личная печать. Все печати индивидуальные. Все печати изготовленные конкретно для меня, под меня. С теми именно знаками, которые я попросила сделать. Освещённые. В общем, работа серьёзная. Это работа серьёзная. Кто хочет её заказать, сильнейшая защита. Открываете плейлист. Называется «Практическая магия». И там вы найдёте видео «Ведьмина бутыль». Прекрасная. Прекрасная работа. Работает чётко и хорошо. Далее. Я составляю астрологические прогнозы. Можно при рождении, можно сделать натальную карту на год. Натальная карта на год с любой даты. Например, с 1 января по 1 января. Или с 1 сентября по 1 сентября. Абсолютно без разницы. Сроки вы сами самостоятельно загадываете. А также совмещение гороскопов мужчины и женщины. Также я это могу вам составить. И потом в печатном варианте я отправляю вам на ваш e-mail. И у вас это остаётся. То есть вы распечатываете. И у вас это всё остаётся. Ну, я надеюсь, в общем-то, всё я осветила. Если какие-то вопросы ещё будут появляться, я думаю, уже в ходе беседы мы с вами это всё обговорим. Но по большому счёту я, по-моему, всё чётко и доступно рассказала. Я люблю вас всех, дорогие мои друзья. Пользуйтесь услугами. Пожалуйста, всегда к вашим услугам. Желаю вам всем здоровья, счастья, финансового благополучия, огромной неземной любви, взаимной любви и всего самого наилучшего в мире. Пока-пока!